здравствуйте друзья вы видите светлану и светлана вам будет показывать как готовится американская зеленая сырая не не жареная гречка нас часто спрашивают что нас часто спрашивают и в телеграме меня спрашивают и на канале спрашивают вообще что мы делаем с этой гречкой но историю нас этой гречкой немножко такая не однодневка мы с ней имеем дело уже довольно долгое время и поначалу есть и совершенно было невозможно что если эту гречку варить в обычной кастрюле то она получается вся размазанная там нет никакой текстуры это получается просто какая-то каша размазня ну может кто-то ее и любит но мы нет но мы просто решали этот вопрос тем что покупали обычную жареную гречку в русских магазинах многих лет пользовались обыкновенной гречкой и вот сейчас когда мы пришли вот на нашу любимую кастрюлю вот скаловарку да вот это вот мультиварку мы стали жарить жарить варить эту кашу там и обнаружили в ней совершенно другое качество то есть такого качества получить в обычной кастрюле невозможно причем у нас сейчас уже глубокая ночь почти уже 12 часов ночи я сейчас ее поставлю чтобы она автоматически включилась работать если посчитаю примерно допустим ну условно говоря если мы встанем допустим 8 часов то чтобы был за два часа шесть ну вот поставим допустим ей 6 часов срочный страх стат то есть она а то есть она не сейчас запустится запустится она где-то запустится часов 6 утра и давай режим какой будет значит вот у нас есть режим и вот этой мультиварке режим вот есть называется multigrain значит мы этот режим запустим и вот тут есть кнопочка delay start мы делаем на 6 часов значит 6 часов что произойдет она включится причем поставим мы держим буквально три минуты она будет устоять с водой мало того я сейчас я помою я извиняюсь а нельзя прямо сейчас запустить и и пойти спать через три минуты не то дело же не в этом делал весь поинт в том что не просто она будет готовиться три минуты а дальше у нее тут есть функция держать ее тепленькой и она не может всю ночь статью блинга мы слишком будет переваренная то есть я хочу чтобы она допустим 2 часа или час стояла как бы в режиме такого вот знаете как русская печь и она в ней вот там и вот там и вот и вот она конечно уж и улучшить как у каши конечно не сеталу уж не было например цельнокройная цель на цель на зерновая овсяная крупа то есть буквально овес которым кормят лошадей еще лучше органический овес то его можно поставить часов на пять тоже вот так 10 минут его поставить режим молотогрей а дальше на 5 часов пусть томится это получается кашек конец света просто но мы овсяную кашу не едим а гречневую едим так вы на самом деле перестали есть жареную гречку и делу теперь только она мне больше нравится я могу показать какая она получится по текстуре покажи вы пока спросим нашего гостя из минска в минске есть гречка зеленая вот такая не вареная есть правда является до выбор очень ограничен но так или иначе цивилизованные продукты до нас потихоньку доходят но народ хочет вот такую гречку очень редко то есть еще не сформировалась культура но мы тоже вот буквально может 28 лет в америке и вот только-только начали ее есть то есть поняли как ее готовить и пока этой кастрюли не было мы так и не начали на самом деле то есть действительно она была такая размазня и а мы любим на тебя крупиночка крупиночки такой вот это жареная даже не жареная но она так она эстетически истетическое так как крупиночки не получается на всяком случае ты не размазня тоже не к светик давай идем к свету ты решаешь ты уходишь но я к свету свет идет цвета вот она получается вот такая но все таки она достаточно крупинистая и это на вкус ощущается именно потому что она очень недолго варилась но потом томилась после этого я просто добавляю в нее масло мне кажется немножко влажное просто было немного да она стояла холоднее она уже холодная это не то что мы только что сварили нет это на самом деле когда мы ее едим она более такая ну когда она только что сварим она конечно лучше но да что и туда добавляю да давай пустячок да ну я естественно ее солю и самое главное я добавляю вот вот такой вот сухой лук не да вот посыпаю да посыпаю этим луком наливая водички и вот она стоит до включения и свар дом да потом когда уже я прихожу ее вынимать тогда я могу добавить туда маслица как говорят кашу масло не испортишь вот с маслом то вкуснее будет поэтому можно добавить оливковое масло можно давать кокосовое масло масло можно давать масло авокадо это уже на любителя да а можно подсолнечное кто любит и сливочное может да и сливочное вот так что вот такие вот вот дела но поскольку вопросы были заданы мы сейчас можем продемонстрировать как мы туда давай заложим давай уже закладываем идет друзья закладка гречки зеленая висит а страну так гречка это привыкли все в итоге получается что конечно она это самое не просто натуральная органическая сегодня мы зашли в магазин и купили эту гречку причем мы ее с трудом нашли а там где без труда лежала жареная гречка и было написано русская каша и русская было написано просто каша вот эта жареная гречка называлась словом каша и наверное это было кроме да если они и варят то чувствуется что американцы значит начинают осваивать нашу жареную гречку а мы начинаем осваивать эту потому что она тоже неплохая да так давай закинули 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 ну и ты водички задержали обязательно конечно а как она не может творится без воды конечно засыпаем засыпаем лучком сколько лучка я чувствую что не жадничаешь нет как она пахнула господи как пахнула раз то есть пусть пусть народ так это отнесется с сочувствием сухой укропчик потому что она ночью будет стоять если б я ее например сейчас варим сразу сейчас варила то я бы залил ее горячей водой но поскольку она будет вариться утром не хочет чтобы она стояла в горячей воде да посолить ее надо у нас соль гималайская красненькая такая розовенькая немножко ты на глаз солишь я чувствую я все делаю на глаз поэтому иногда пересоливать бывает бывает пересолить давай так водичку ты какую для того что это фактически водичка льется дистиллированная водички причем количество тоже не да и поскольку я все делаю на глаз сейчас ее немножко ручьи заседаем чтобы она плоскенько было и нальем воды так чтобы это было воды в 2 раза больше каши мне кажется не получится 2 раза больше это мало немножко мало а уже пахнет оттуда и укропом и лучком а уже прямо можно и без каши суши так с таким запахом то давай я думаю хоть хорошо вот теперь мы ее закрываем давай так музыкальная шкатулка 6 минут ну наверно даже можно больше да и вот он не уже зажглось тут ки форум собственно теперь мы говорим дилей старт 6 часов тут стоит по определению умолчанию сейчас она сейчас перестанет мигать она ждет чтобы ты изменила настройку все вот она зашлось 6 часов она сейчас начнет отсчитывать время назад значит делай старт потом включится multigrain и потом включится экипор ну давай старт пусть нет нет все нужны такие же не отчитывает назад но нужно не секунды отчитывает а минуты минут пройдет а я понял понял отсчитывать вот все значит на все можем идти спать а с утра будет назвать чудная дивная каша с утра мы ее отдельно тоже снимем мы друзья продолжаем утром следующего дня у нас тут сколько восемь часов утра а вот пожалуйста вы видите 8 33 давай света вот он видишь два часа он уже стоял вот в этом режиме что он настаивался я понял томился два часа томился значит давайте посмотрим на эту утомленную гречку американская гречка утомленная ну я сейчас попытаюсь навести на нее там там идет парок понимаешь я не хочу камерой туда залезть ну пока ничего у меня камера хорошо вытаскивать в темноте ну может тарелочку вот взять ложечку сверху положить тарелочку друзья еще масло масло отправляется в кашку прямо в этой же кастрюлю хорошо зернистое я вижу очень хорошо зернистость видна давай маслица давай какое масло авокадо это что оливковое давай давай а кто же знает друзья никогда не знаешь каким маслом заправит кашку а могла бы заправить там не оливковым ну что же отлично это все теперь можно вполне употребить вы видите друзья утреннего блогера который ложечку не ты знаешь чтобы я бы еще подсалил как-то нам не не выглядит соленый но при всей своей звернистости она мягкая какая мягкая хорошая вкусная кашка утомленная утомленная значит у нас друзья сегодня большое путешествие и вы увидите отчет путешествие через некоторое время просто вы увидите много красоты